Шалом! Вы смотрите новости на Первом Еврейском. Главное за 7 минут в студии Анастасия Воронина. Сегодня выпуски. Мест нет. В Москве открывают дополнительные госпитали для пациентов с коронавирусом. Трамп, примиряющий Судан с Израилем, подпишут соглашение о нормализации отношений. Чудодейственная Тора. Как канадские евреи спасаются от пандемии? За минувшие сутки в России выявили 15 971 новый случай коронавируса. При этом выздоровело рекордное количество – 11 428 человек. Владимир Путин исключил введение жестких ограничений в стране и заявил, что будут применяться точечные меры борьбы с COVID-19. Тем временем в Москве сегодня госпитализировали 1231 пациента. В столице открыли почти 50 временных госпиталей на 3000 коек на территории 16 городских больниц. Министр здравоохранения Михаил Мурашко ушел на самоизоляцию из-за положительного теста у одного из членов семьи. В ближайшее время он будет работать удаленно. В Израиле дистанционное заседание кабинета коронавируса началось с поздравлений Беньямина Нетаньяху с днем рождения. Премьер-министр предложил сократить программу выхода из карантина до пяти этапов вместо заявленных ранее девяти. Министры пришли к согласию по вопросу о том, что каждый следующий период послаблений сможет начаться не раньше, чем через две недели после предыдущего. В итоге обсуждения по снятию ограничений перенесли на следующую неделю. Тем временем полиция Иерусалима позволила около 300 хасидам пройти на еврейское кладбище на Масленичной горе, чтобы отдать дань уважения умершему главе Яшивы. Участники похоронного обряда были без масок и не соблюдали необходимую дистанцию друг от друга. Стражи порядка сообщили, что мероприятие было заранее согласовано и одобрено. Правительство Судана готовится подписать соглашение о нормализации отношений с Израилем. Ожидается, что это состоится в ближайшие выходные или в начале следующей недели после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и главы Суверенного совета Судана Абдель-Фатаха Аль-Бурхана. Накануне из Израиля в Хартум прибыли два высокопоставленных дипломата с представителем МИД Объединенных Арабских Эмиратов и чиновником из Саудовской Аравии. Они провели переговоры и согласовали детали соглашения о взаимном признании. Израиль переходит на зимнее время. В два часа ночи в предстоящее воскресенье стрелки часов переведут на один час назад. В смартфонах, где установлена израильская временная зона Иерусалим, перевод должен произойти автоматически. Зимнее время продлится до ночи 26 марта 2021 года, когда стрелки часов будут переведены на один час вперед. Центральный банк Литвы выпустил коллекционную монету, посвященную 300-летию со дня рождения Веленского Гаона Ильягу Беншлома Залмана. Дизайнер Виктория Сидер-Алон объединила символ Литвы колюмн с еврейской минорой. Монета номиналом 10 евро из серебря 925-й пробы весом 23,3 грамма выпущена тиражом 2,5 тысячи. С лицевой стороны на ней написано на еврите и литовском «Год Веленского Гаона и истории евреев в Литве». А на обороте по золоченными буквами еврейского алфавита указана аббревиатура имени Веленского Гаона и число 300. Год на монете указан как по грегрианскому календарю, так и по еврейскому летоисчислению. Музей Холокоста в Латвии может закрыться из-за введения арендной платы. Городские власти решили взимать с него около 12 тысяч долларов в месяц. Учреждение, открытое в 2010 году, расположено недалеко от границы исторического квартала и представляет собой мемориальную стену, на которой изображено более 100 тысяч евреев, ставших жертвами нацистов. А в Одессе, наоборот, по инициативе местной диаспоры приступают к созданию музея Холокоста. В Прохоровском сквере планируется построить двухэтажное здание. Один из его этажей будет подземным. Стоимость проекта около 20 миллионов гривен. Евреи Канады борются с пандемией с помощью Торы и приглашают присоединиться в весь еврейский мир. О том, как стать сопричастным к чуду спасения, знает Наталья Кравченко. И позволяйте свитку Торы приступать! Этому свитку Торы всего два года, но он уже успел побывать за океаном. Позади путешествие из Канады в Азербайджан, оттуда в Россию и Израиль. Главный раввин горских евреев Канады Давид Давидов планировал наведаться со свитком в общины Австрии и Германии, но не успел это сделать из-за пандемии. Под его руководством Тору начали писать в Пурим 2018 года. Свиток посвятили горским евреям всего мира. Сефер Тору писали в Торонто, Нью-Йорке, Москве, Ростове-на-Дону, Смоленске, Вакуе и Кубе. За возвращением священного свитка на родину он следил весь мир через платформу Zoom. Каждый еврей, который приобрел одну букву Торы, он сразу соединяется со всеми остальными. Это такое ахду, такое единство, которое помогает каждому. И то, что делает сегодня раввин Давидов и община горских евреев во всем мире, это действительно объединяющая сила, которая дает нам громадное благословение. Приобрести в свитке букву для своей семьи считается большой сгулой на удачу, то есть действием, открывающим канал связи с высшими мирами. В еврейской традиции участие в написании Сефер Торы – один из способов сделать пожертвование. Раввин Давид Давидов вдохновлялся премьером Исраэля бен Элиизера Баалшемтова, основавшего первую хасидскую общину в украинском городе Меджибожа. 250 лет назад здесь была эпидемия. Духовный наставник местных евреев предложил каждому вписать в свиток букву, и эпидемия отступила. Любое внесение Торы – это параллельно тому же эффекту, который был на горе Синай. В книге Даниэль написано, и будет в то время, когда будут бедствия, каждый, кто будет иметь букву в книге жизни, он спасется. Этим самым наши мудрецы говорят, что каждый еврей, который приобретает букву, он равносильно имеет ковчег. Великий законодатель Моисей получил от Господа сначала скрижали завета, а потом указание о постройке храма. Следующий шаг для общины Канады после внесения свитка – строительство культурного центра для евреев в Северной Америке. По просьбе Рава Давида архитектор уже разрабатывает эскиз здания. Его планируют построить похожим на свиток Торы. В центре будут находиться Ешива, институт медицины, гостиница для гостей и мигрантов. Дай Бог, чтобы вот этот Тора имел свой дом, свой центр в Северной Америке. И к нам в гости смогли приезжать евреи из Баку, евреи со всех точек мира. Из Дербента, с Нальчика, с Владивостока. Первую встречу горских евреев со всех уголков мира Рав Давид мечтает организовать сразу после пандемии. А пока он приглашает всех желающих поучаствовать в создании центра и в написании свитка Торы. Итоги недели на Первом Еврейском, как всегда, сразу после шабата в программе «Два кадра». Клич «Нопосаран» «Они не пройдут в Израиль» звучит по-новому. Врум-врум-врум-врум-врум-врум-врум-врум-врум-врум-врум. Быстрее не надо. И так хорошо идем. В нарукавники доставал из своей волшебной тележки более полутора миллионов шекелей. Ну ты, брат, сказанул. Память – это то, что останется после нас. И за память надо работать. И память – это одно из самых главных вещей. Это все новости еврейской жизни на сегодня. Если вам нравятся наши видео, ставьте лайк и подписывайтесь на Первый Еврейский. А чтобы не пропустить новые выпуски, жмите на колокольчик. И оставляйте комментарии под видео. Нам важно ваше мнение. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова